Готовность есть? Как бы занимались своими делами, но я все время внутри туда как бы смотрел, что Господь, что на воскресенье, что ты хочешь, потому что идей-то у меня много, откровений разных достаточно и можно в принципе выходить и рассказывать. Но что хочешь ты? Что хочешь ты? И только под самый вечер он дал, то есть он открыл источник и оттуда вытекло. И текло, и текло, и текло, и я уже сказал, Господь, все, я заканчиваю, я уже переполнен. Не мерую дает Бог. Не мерую. Сколько влезет. Поэтому просто, Господь, мы просим, чтобы слово, которое будет звучать, не было человеческим словом, но рожденным от тебя. И чтобы все эти, все, во что мы облекаем твое слово, оно не искажало его, оно не повреждало его. Но суть, духовная суть, сам дух откровения, он творил в нас хотение и действие. Он формировал нас и трансформировал в соответствии с твоим замыслом для этого конкретного дня, этого 31 июля здесь. И там, куда это слово ты направишь дальше, во все уголки этой земли, мы верим, Господь, что ты направляешь эти потоки. И мы молимся, чтобы нам быть исполнителями слова. И это слово принесло, произвело в нас веру, которая от слышания слова Божьего. Во имя Ишуа, Ага, Маши, Ага. Аминь. Аминь. Вчера такое с утра было слово, не теряй хватку. Не теряй хватку. Вот если я что-то беру, то есть если это что-то легкое, я могу расслабленно взять. Но если я возьму меч, то мне придется все время бодрствовать, потому что как только я расслаблю пальцы, он выпадет у меня с руки. Не теряй хватку. Хватка – это усилие, которое мы прилагаем. Держи, что имеешь. Кто-то сказал, вот простой пример. В духе все, что ты отпустишь, упадет. Все, что ты отпускаешь, падает. Поэтому, чтобы ходить в огне, ходить в актуальных откровениях, ходить с Духом Святым, нужно постоянно бодрствовать. Когда уходит Святой Дух, а мы остаемся, знаете, что остается нам? Душа, все. Больше ничего не остается. Все становится душевным. Потому что Духа Святого нет, его не подделать никак. Но, сегодня, смотрите, слово такое. В этом году я закончил мои выступления в американском футболе. Аллилуйя. И я там пробыл 4 года. 4 года. И вы знаете, когда я чем-то начинаю заниматься, я ищу какого-то понимания. Господь, это вообще нужно мне? Ну, для чего это? Это просто прихоть. Или все-таки это не только прихоть. И чему ты можешь меня научиться? Я научился очень много в этой. То есть, вот 4 года. Это 2 раза в неделю, а то и 3 раза в неделю тренировки. И игра, кто видел, знаете, она такая контактная. Поэтому очень часто там травмы, иногда довольно серьезные травмы. Разрывы связок. На моих глазах были несколько раз. Когда разрываются на колене связки, и приходится их сшивать, делать операцию. И это на всю жизнь. И некоторым вставили имплантанты, потому что родные связки уже все. Слишком разорвались. И я думаю, что я там делаю? Что я там делаю? И вот в этом году, то есть, Бог меня хранит. Слава Богу, таких серьезных травм не было. Первые 2 месяца я вот так шел домой после тренировок. Серьезно. Я еле передвигал ноги, потому что болело все вообще. Все, что можно, болело. Тело оказалось неподготовленным к такому спорту. В этом году я почувствовал, что все, мое время там закончилось. И даже пришла какая-то такая радость, когда я принял решение закончить. И вот одна из вещей, которые Господь мне показал. Для чего я там был столько времени? Бог показал, ты должен был увидеть, что значит игра в команде. Игра в команде. Я до этого не участвовал в командных видах спорта. В тренажерном зале ты сам по себе, то есть, ты сам для себя. Ты один. Но это команда. И вот вчера, когда я молился, вдруг Бог начал показывать все эти вещи, которые я получил там. И вот просто собралось, оно все в одну кучу. И Он сказал, ты должен был быть там, чтобы понять, как работает церковь. И сегодня я делюсь этим пониманием с вами. Это не касается нас лишь. Это касается вообще церкви. Потому что церковь, это тоже команда. Или нет? Мы тоже команда. И вот смотрите. Первое, что Он сказал, игроки и зрители. Всегда есть игроки и всегда есть зрители. Любую возьми команду, там, я не знаю, Спартак. По футболу. Есть игроки, там, человек 20-30 их. И есть тысячи болельщиков. И вот люди обмотанные в эти шарфики. Спартак, шапочки, эти петушки. Спартак, чемпион. А есть игроки. Зрители, ну, бродяги, зрители. То есть, они пришли, он может не прийти, от этого игра не отменится. Он сегодня есть, завтра нет. И в церкви то же самое. Есть игроки, а есть зрители. Вот есть те, кто выходит на поле и там вкладывается и определяет, каким будет результат. А есть те, кто поддержит его. Давай. Если сыграли плохо, говорят, все, казнить, уволить. Там, откуда у тебя руки растут. Такое всякое кричат. Если же ты что-то сделал хорошее, они говорят, молодец, супер, да, и сфотографируюсь с тобой. Игроки и зрители. Это есть в церкви. Второй момент. Буду немножко быстро так идти, чтобы не затягивать слишком. Игроки и капитаны. В любой команде есть капитан. Кто такой капитан в команде? Это игрок. Правда? Он играет со всеми вместе. Но он как ответственный. Вот по американскому футболу там три или четыре капитана в команде. То есть, каждый ответственный, он как ближе к церкви. Один ответственный за нападение капитан, другой капитан защиты. Третий капитан спецкоманд. И еще бывает и четвертый капитан. То есть, как бы, за другие ответственные моменты в команде. И вот, кто такие капитаны? Это как в церкви апостолы, пророки, евангелисты, пресвятера, учителя. То есть, те, как их обозначить? Это, ну, в спорте это сильные игроки. Правда? Это игроки способны вести за собой, подавать своим примером, как надо. И когда все опускают руки, они своим примером подают, что как надо играть, не сдаваться. И если какой-то кипиш начинается, подходит капитан и останавливает этот кипиш. То есть, это, конечно же, более одаренные люди, потому что всем нам даны разные дары, но и более прилежные. Капитаном не становится просто даровитый человек, но человек прилежный, человек, у которого есть плоды. То есть, есть игроки, есть капитаны. Следующий момент. Капитаны и тренер. Тренер у нас кто? Ишуа. Можем сказать, святой дух. Капитаны и тренер. Тренер тренирует всех, но руководит командой через капитанов. Тренер тренирует лично, ну, всю команду, он не тренирует капитанов отдельно. Он тренирует всю команду, но руководит, то есть, если идет какая-то вот на поле ситуация, он не будет подходить к каждому и говорить, Вова, Славик, Инна, Рома. Он вызывает капитана и говорит, вот это, это, это. И капитан уже доносит это до своих, вот, своего звена там, я не знаю. Это понятно? То есть, установки на игру тренер дает капитанам, но тренирует всю команду, так же он. Следующее. Пока это все довольно просто. Тренер лично выбирает и назначает капитанов. Откуда они берутся? Их назначает тренер. Не сами себя они назначают. Тренер лично выбирает. То есть, он видит человека, за которым пойдут. Он видит человека, которому можно доверить, который в трудную минуту не опустит руки, не сломается, если начнут ломаться остальные. Он выбирает и начинает с ними работать больше. Дальше. Кто такие игроки? Игроки. То есть, команда состоит из игроков. Ни один человек не является командой. Если это игра в команде, то мы команда вместе. Я не могу сказать, что я команда по американскому футболу Тавры. Это глупо будет звучать. Мы команда. Мы церковь. Не я церковь, не ты. Мы церковь. Хорошо. Игроки имеют общие цели, общие стремления, общие приоритеты и общее посвящение. Это вот то, что объединяет игроков и делает их командой. Если же у нас нет общих целей, стремлений, посвящения приоритетов. В чем посвящение? Допустим, у нас назначено две тренировки в неделю. И посвящение каждого игрока – это прийти на эти обе тренировки. Понятно? Общие цели, стремление, приоритеты, посвящение. Что я увидел вот в этой команде по американскому футболу? То, что это любительская команда. То есть, как мы в церкви. Если мы говорим о профессиональном спорте, там человек не может не прийти. Его зарплаты лишат. Он играет за зарплату. И там даже есть штрафы, если игрок не является на тренировку. Ему назначают штрафы, вычитывают из зарплаты такие суммы, что он будет бегать на тренировку. Но мы любители, так же, как вот в этой команде, в которой был я, все добровольно там оказались. Я не видел, чтобы кого-то тащили туда за руку или под каким-то, знаете, шантажом. Он попадал туда. Туда пришли все добровольно. И когда их бьют, им больно, им говорят, отжимайся, а он уже не может. Он делает это добровольно. Это не тюрьма, это не армия, где ты не можешь не делать. Поэтому очень много людей ломалось и уходило. Я не знаю, сколько людей прошло, пока я был там за 4 года, но это массы людей. Ладно. Игроки несут общие обязательства, и все тяготы делят пополам. Игроки несут общие обязательства. То есть, чем вот отличие от зрителей? Игра. Стадион Нокомотив. Тогда-то, тогда-то. Мы все, как игроки, если мы игроки, мы там. Болельщики могут прийти, могут не прийти. Он на море поехал, может. У него у бабушки день рождения сегодня. Он не пошел на игру своей любимой команды. Кто его за это осудит? Ну, если игрок, представьте, вот мы собираемся. У нас игра, у нас бой. Каждый человек ценен. И вдруг нету Васи. А где Вася наш? Центр, центровой. Кто будет разыгрывать? Алло, Вася, ты где? Да я что-то вот сегодня как-то неважно себя чувствую. Решил дома посидеть. Вася, ты сумасшедший или что? А зачем ты тогда ходил на тренировку? Зачем ты говорил? Зачем ты взял форму? И знаете, что случится с Васей? Он больше не будет заниматься. Потому что все добровольно. И вход, и выход. Но такого не может быть в команде. По крайней мере, на моей памяти такого не было. Чтобы человек просто тупил вот так вот. В ответственный момент. Игроки несут общее обязательство и все тяготы тренировочного процесса. Но они делят вместе и награду. Когда команда побеждает, дают зрителям медали? Нет. Зрители зовут на фотографии победителей? Нет. Славу делят игроки. А зрители довольствуются славой команды. Венцы, то есть в спорте это какие-то медали, я не знаю, кубки. Но венцы славы получают те, кто играет в команде. Кто прошел все тяготы, нес обязательства и так далее. А что делает зритель? Они говорят, ура, Спартак победил. Аллилуйя! Сегодня у меня дома праздник. И они довольствуются славой чужой. Чужой славой. Кому-то этого достаточно. И он вот с таким пивным животом. Видели эти болельщики? Семки. Ааа, Спартак! Пойдем кого-нибудь побьем. От счастья. Он никогда не разделит славу, не вкусит славы. И не получит венец. То есть это удел игроков. Видите, мы делим вместе все тяготы. Но и славу тоже мы будем делить вместе. Когда побеждает команда, там нет такого так, ты, ты, ты чемпион. А ты, ты, ты нет. Знаете, кому медали одевают? Даже запасным, которые на поле не вышли ни разу. Каким-то тренерам, массажистам этим всем. Всей команде. То есть которых никто не видел. Видел, они подходят, им всем одевают. Одевают эти медали. Вот так вот это работает и в церкви. Не получает, понимаете, Рональда забил гол и только ему медаль. Нет! Медаль получит вся сборная. Причем у Рональда такая же точно. Это наш Господь. Помните, он сказал, Динарий. Динарий. Я бегал на поле, там меня покалечили. А этот массажист сидел там, массажировал. Что-то. Ту же медальку получил. Ладно. Что еще? Игроки это те, кто согласились. Это важно. Быть вместе. И строить нечто общее. Все как у нас. Мы строим нечто общее. Служение, церковь. Вот то, что сейчас происходит. Это, я не знаю, для меня это давно, уже много лет не песни. Не пение. Давайте споем что-нибудь. Это священное действие. Это огонь на алтаре. Это воскурение вот этих драгоценного мира в храме. Это запах живительный, запах губительный. Это генерация процессов, которые раскручиваются в этом галгале сегодня по всей земле. И так далее. И вот теперь самое интересное. Это так было вводное. Смотрите. Некоторые примеры, которые Господь мне напомнил из практики. Смотрите. Есть игроки, которые никогда не касаются меча. Вот у них функция такая, что они к мечу доступа не имеют. На кого камеры направили на все? На того, кто с мечом. Вот в любом спорте. С шайбой там, я не знаю. Что еще? С валанчиком. Так не бывает, да? С валанчиком. Это индивидуальный вид спорта. Вот он схватил мячик, он бежит. Туда все фотоаппараты, туда все зрители смотрят. А там еще 10 человек с его команды воюют, погибают больше, чем он. Чтобы он смог пробежать. Вот эта линия нападения, которая стоит и защищает квотербека. Чтобы у него было 2-3 секунды кинуть мячик, и его не уничтожили защитники. Их вообще никто по имени не знает, и так скажу. Даже в профессиональном спорте. Все знают кого? Нападающих и квотербеков. У кого мячик в руках. Есть игроки, которые никогда не касаются мяча на поле. Но тем не менее делают работу подчас более важную для победы, чем те, кто бегают с мячом. Потому что если они бы это не сделали, этого человека с мячом пополам сломали и съели бы там на поле. В защите играют люди отмороженные. Отбитые головы. У них одно желание разбежаться и ударить как можно сильнее. Не то, что его схватить, знаете, завалить. Травмировать. У нас был один парень, он на шлеме себе звездочки ставил за тех, кого он травмировал. У него цель была нанести такую травму, чтобы выносили на носилках. И он говорит, ой, еще одну звездочку добавлю. Вы понимаете, что нападающий никогда бы не пробежал, если бы ему не проложили дорогу. Вот эти вот незаметные, которых только по номеру видят на поле. Никто не знает, что это там за Иван Петрович стоит. И в итоге, смотрите, эти люди, не коснувшиеся мяча, получают такую же награду, как и те, кто щеголял перед камерой. Вот я щеголяю перед камерой сейчас. И знаете, люди смотрят этот, ну, проповедь. Они ж не видят вас. Вот камера сюда направлена. Но славу там мы получаем вместе. Стоял бы я тут, если бы не было вас. Нет. Нет. Сожрали бы уже бесы с демонами. На хлеб намазали Юрия Кузьмина. И старшего, и младшего. Нужна команда. Смотрите. Игроки, они несут ответственность перед командой, перед капитаном и перед тренером. Аминь. Аминь. Написано, повинуйтесь друг другу. Мы, понимаете, если я портачу в команде. Вот, к примеру, смотрите, как это работает. Вот нападающий. Вот тот, кто бегает с мячиком. Он просто не ходит в тренажерный зал. Он такой худой, курит. И у него не часто сталкиваются, потому что за него сталкиваются другие. И вот он такой ходит. Ну, бегает быстро, как заяц. И вот он вышел на игру. Вот как это работает. Смотрите. Он вышел на игру. И вот ему ударили. Он подвернул ножку. Потому что ножки слабые. Ну, он не занимается. Потому что в этом спорте, в американском футболе, это обязательно надо ходить в тренажерный зал. Иначе травмы, 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 травмы. И он подвернул ножку. Вот он ходит такой, хромает. Ну, кто его осудит? Спорт тяжелый, жесткий. Вот ударили парня. И вот следующий розыгрыш. Следующий розыгрыш. Сталкиваются эти линии нападения. Там по голове бьют так, что звездочки идут. Когда вот две линии. Представляете, как быки лоб в лоб идут. Начинается борьба. Там и схватить могут где, знаете. И по челюсти попадает. И по носу попадает. И пальцем в глаз попадает. И вот это вся начинается мясорубка. Квотербэк ждет, когда выбежит его вот этот вот зайчик. Хромой. И знаете, очень часто, когда он кидает мяч, его сбивают тут же. И вот квотербэк получает по ребрам больно-больно. Но он выкинул мячик на своего нападающего. А этот же хромой бежит. И он не успевает туда, куда. Квотербэк кинул же как на здорового. Как на тренировках. Он знает его скорость. А этот не успел. И он говорит, ну я же подвернул ножку. Мне ударили. Так вот, вот этот один человек из-за своей небрежности, из-за того, что он не посещал зал. Он подвел всю свою команду. И все вот эти удары, все вот эти вот отбитые почки, ребра зря. Из-за того, что один решил гулять, а не заниматься. Понимаете, как это работает, как серьезно. Если я сам по себе, вот я вышел, к примеру, бокс. Ну не подготовился я, это мне беда, меня побьют. Но если я не готов, я подвожу всю команду своей неготовностью. Поэтому тренер, конечно, он не может бегать с каждым-то. Давай поджимайся. Давай приседай. Давай покачайся. Это ответственность каждого игрока. У нас был случай, знаете, показательный. И я рад, что я застал этот случай. Один парень у нас в команде. Очень такой сильный, даровитый. Ну, один из лучших, да, в команде. Он возгордился. Возгордился. Это вот тот, кто звездочки себе клеил на шлеме. Вот такой, всех калечит такой, знаете, здоровый. Он возгордился. Он сказал, да мне не с кем тут заниматься в этой команде. Здесь у меня такой уровень, что вы все уже, мне неинтересно с вами. И он это сказал прямо вот это на тренировке. Говорит, я ухожу, я буду в сборную России поступать. Там, где равные мне. И он, знаете, вот так просто плюнул на всех прямо на тренировке. Говорит, забирайте форму и ушел. Ну, ушел, ушел, ладно. Там, его вдогонку он получил там нормально. Ну, с Богом сказали там, да. По-своему благословили. Ушел. Проходит три месяца. И на одной из тренировок нас менеджер говорит, звонил мне. Просит вернуться в команду. Извинялся, каялся, просит вернуться. И знаете, что сказали команда? Пусть придет, извинится перед командой, перед тренером. И если он это сделает, мы его возьмем назад. Почему нет? Я увидел, что он несет ответственность не перед менеджером, которому он позвонил, а перед командой, которую он, получается, оскорбил. Вот так это работает. Если человек не несет ответственность, то он не часть команды. Но если я в команде, ну, все мои действия отражаются на вас. А ваши действия на мне. Это вот в теле. Если я сую руку в огонь, всему телу плохо потом всю ночь. Оно не спит. Потому что рука болит. Вот какая ответственность. Знаете, у меня... Мне было тяжело просто. Вот почему я еще понял, что надо уходить. Я чувствую, что я уже не могу так посвящать себя этому спорту, как раньше. Помните, он говорит, если ты не любишь ее, отпусти у Михея. Не поступай вероловно. То есть нужно посвящение. И я вижу, что я... Ну, у меня другие уже цели. Ну, то есть все. Я не могу этому уделять время. И был момент вот в этом летом. Дима меня позвал в ЮАР. Поехать в ЮАР. Ну, классно. Кто хотел бы поехать в ЮАР? Ну, хорошая тема, да? Посмотреть. Просто мы там были, уже как бы знаем. Но все равно... Ну, там вкусно. Везде мясо едят, ребята. Все везде едят мясо. Ну, это просто плюс такой хороший. Для тех, кто не часто ест мясо. И вообще там тепло и весело. Но по улицам ходить нельзя. Правда. И в этот же момент игра у нас. Игра чемпионата. Я думаю, слушай, что делать? Я понимаю, что если я уеду, некому играть. Но ты какому все равно, что уже заканчивать собрался. Это же там... И вы знаете, перевесило. Вот перевесило. И я почувствовал, что я дал обязательства. Я не могу вот просто... Ну, как сказать... Да, хотелось бы. Это было интересно. И может еще Бог даст в будущем. Но я не смог. Вот серьезно. Не смог я вот как бы так плюнуть туда. Я остался. И не жалею теперь. Потому что Библия говорит, что хотя бы неверному дает слово, должен исполнить. Хотя бы ты грешнику пообещал, исполни. И я знаю, что они смотрят. Я там один верующий в команде был. И они смотрят, как ты поступишь, что ты сделаешь. Поэтому невелика потеря, так скажем. Это небольшая цена. Но серьезно. Я увидел, что посвящение, оно работает. И иногда это в ущерб себе. Потом была игра на локомотиве когда. А я болел жестко. У меня температура. Я вот так вот стоял, немножко шатаясь ходил. Но я знаю, что некем меня заменить. Я мог бы сказать, я заболел. И вопросов не было. Думаю, нет, ну я ж хожу, хожу. Все, пошли. И, конечно, это было тяжело. Но свою позицию закрыл я, слава Богу. Поэтому есть ответственность и перед командой, и перед капитаном, и перед тренером. Дальше. Еще несколько моментов. На кого делает ставку тренер? На посвященных. На посвященных. И, как правило, ставит их на самые ответственные, тире. Трудные позиции. Давид сказал Псалом 100, стих 6. Глаза мои на верных земли. На верных земли. На посвященных. Вы знаете, вот разгильдяи нерадивые, рано или поздно вылетают из команды. Два потрясающих примера. Я сейчас вам расскажу, чтобы вы поняли, что такое характер и что такое дары. Есть люди от природы сильные. Вот у нас в команде был один товарищ, Жора звали. Вот все Жоры, они такие, знаете, с приколом. Жоры. Я таких спокойных Жоры не встречал еще. Жора. Он такой двухметровый, здоровенный, молодой. То есть, он даже не качаясь, не ходя в зал, он сильный. У него колоссальный был талант к этому спорту. Ему все давалось очень легко, при том, что он почти не занимался и не вкладывался в это. Но на своем месте он играл шикарно. Он мог просто раскидывать людей, захватывать этих игроков с мячом. Жора. И второй у нас Марк. Марк. Вот такой вот. Вот такой вот. Худой. Он сколько стероидов не колол, ничего вообще не дает. Представляешь? Стероиды пил, колол. Вот эти вот, ну, Качковские. И занимался. Вот такой вот. Потом ему поломали, разорвались связки на ноге, на колене. Я помню, это при мне вот так вбок. Она выгнулась у него коленка. Крестообразные связки разорваны. Мы сделали искусственные туда связки. Он ходил в гипсе там полгода. Прошел год, он стал ходить на тренировки. Он вот так вот бегал. Знаете, как вот пес. Такой вот верный пес, который уже, знаете, перебитые лапы. Но он все равно бежит. И на него, ну, его из жалости, мне кажется, оставили в команде тренера. Ну, потому что он посвящен. Он на всех тренировках. Он вот с этой ногой своей. Там больно реально ему. Больно. Потом у него что-то со второй коленой тоже. В общем, ну, вот такой вот он. Но он на всех тренировках. Он все столько для команды делал, как никто. То есть ему отдали ключи от всего, и ничего не знал его господин. Знаете, он всем заведовал. И вот я помню, как он это бегал первое время. Вот так вот. Он не мог бежать. Он потерял скорость. Он не мог догонять человека. Но его оставили. И вот на той же позиции, где этот Джора. Вот этот вот такой. Молодой такой, дурной. Вот даровитый человек. Человек с дарами. Человек с харизмой. Человек с помазанием, так скажем. Он ничего не сделал для этого. Это ему дано. Родился таким. И второй, у которого не так много помазания, но характер. Знаете, когда Марк бил кого-то головой, это ощущение, что в стену ты врезался. Я не знаю, как он мог. Вот такой худой. Но у нас все самые большие, больше всего, боялись с Марком удариться шлемами. Как железом каким-то голова наполнена. Чугунная. Я не знаю, как это было. И вот смотрите, что произошло. В итоге этот Джора. Вот это. Он вылетел, конечно. Он сегодня бухает где-то. Его там в милицию забирают. В Ялте живет. Он пропал. Молодой пацан. А Марк на последней игре стал лучшим игроком команды. Вот последняя игра, что была в Севастополе. Он стал лучшим. Лучшим. Он сыграл лучше всех. Он вышел, когда наш квотербэк вылетел из игры, он вышел вместо квотербэка и играл. И он с мячом квотербэк, это обычно тот, кто самый нежный в команде. Самый нежный. Но когда Марк взял мячик и бежал, от него защитники отлетали. Они не ожидали таких квотербэков встретить. Обычно квотербэк, он такой мягкий, удобный. Его бьют всегда так. Приятно бить квотербэка. А здесь он бил защитников. И он стал лучшим игроком на характере. Не на помазании. И вот теперь скажите, на кого поставит тренер? На посвященного. Потому что этот разгильдяй. У нас игра. Где Жора? Жора, ты где? Да я там на бутылку наступил, подскользнулся, лежу. Вот так он по ушам ездил, когда ему надо было. Короче, нерадивый в работе своей, кто он? Брат Расточителю. Вот и все. Это точно так же везде. Глаза мои на верных. И сила приходит к усердным людям. Сила приходит к усердным. У нас мальчик один был глухой. Знаете, вот такие люди, их все время чморят в школе. Вот он, из-за того, что он глухой на одно ухо, он такой, немножко как недоразвитый. И с него все смеются. Он как-то попал в американский футбол. Его унижали, над ним смеялись. Но в итоге он научился играть. И он стал больно бить других людей. И с ним пришлось считаться. На характере. Заканчиваем. Где же команда? Когда мы видим, смотрим, что в объектив камеры попадает. Попадает в стадион. Я не знаю. В красивой форме выходят. Вот как мы на локомотиве. Видите, кто был? Выбегаем. Красивые все одинаковые формы. Шлемы такие все. И селые. Команда бежит. И там фоткают. Фоткают. Камера снимает. Онлайн трансляция. И вот это все вышли. Не там команда. Нет. Знаете, где команда? Она в межсезонье. В дождливый, холодный день тренируется на грязном стадионе. Вот там. Те, кто там. Те команда. А знаете, сколько там обычно было на тренировках? 7 человек. 6. 8. А когда игра? 25. 30. Понимаете? Где команда? Команда вот там. Вот там, где нет камер. Там, где ничего красиво. Они в грязных каких-то одеждах находятся. Холодно. Уставшие. Многие с работы. Вот там команда. Вот команда и 5 человек и была. 6 человек. Тавров. А кто такие остальные? Остальные это вот прихожане, ухожане. У нас, знаете, всегда такой был прикол, пока тренеры жестко не заняли позицию. На тренировках 10 человек. Перед игрой все всплывают откуда-то. Собирается 30 человек. И тренер ходит, говорит, я тебя полгода назад видел последний раз. Но я же в команде. У меня есть шлем. Я пришел играть. А ты знаешь, что сейчас играет команда? Ну, вы мне расскажете. И в итоге мы продували из-за этого, пока тренеры не заняли жесткую позицию. Таких людей не допускать. У нас один был парень такой, последний случай недавно был. Такой вот он хороший, мощный, талантливый, перспективный. Но не ходил на тренировки. Не ходил. Иногда приходил, раз в месяц. И мы едем в Краснодар. И он приехал, все, сдаем же деньги на автобус, все, делим все тяхоты вместе. Стали там по две тысячи. И он такой, ну, поиграть приехал. И мы приехали, игра, а тренер его не выпустил ни разу за игру. Он съездил за свои деньги, чтобы на жаре постоять в черной форме. Три часа. И не выйти ни разу. Знаете, что случилось? Психанул, ушел. Я его больше не видел. Вот и все. Был он командой? Нет, никогда. Постоял и ушел. Я думаю, слушай, этот тренер молодцы. Могли бы малодушие проявить просто. Ну, человек поехал, заплатил. Ох, разгильдяй и нерадивый рано или поздно вылетает. Итак, заканчиваю. Команда без принципов никогда не будет иметь побед. Никогда. В ней может быть куда, а куча одаренных игроков, но без посвящения их будут обыгрывать намного более слабые соперники, но более посвященные своему делу. Мы можем тут собраться, знаете, через одного апостола, через два пророк. И говорит, у нас апостольская тут пророческая церквуха. Но если нет принципов и нет посвящения, у нас какие-то без раздора. Один придет и разобьет. Какой-нибудь дух зависти. На ухо нашепчет одной сестре, а та брату. И все, нет команды. Без принципов. Так что там звонок какой-нибудь телефонный? Хорошо, мне это понравилось. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, ища кому позвонить. Это у нас сестра Оля бодрствует. В пятницу всем телефоны выключить. У нас служение. Если это, вот это не есть наше посвящение, мы тогда случайные люди, случайные люди здесь. Значит, у нас церковь пять человек, три человека. Знаете, где церковь? Она и на Винпроме, она и в этом парке детском, она и у Трехтополей, она и на Ночной на горе, она на Ночной в Севастополе, она здесь, она на Шабате. Вот где церковь. Раньше у нас такое было тоже в Школе Христа, еще когда мы только начинали. Приходишь на молитвенное, пять человек. Приходишь на служение в будни, там, двенадцать человек. На Пасху полный зал. Вы где вообще были? Вы кто? Вы болельщики? Вы просто посмотреть зашли? А как насчет делить тяготы? Как насчет посвящения? Ну, когда-нибудь, может быть, тогда извините. есть, смотрите, команда без, есть те игроки, кто усиливают посвящение, а есть те, кто его разрушают. Знаете, кто мое посвящение постоянно грел в Таврах? Это не случайно. Знаете, три города, в которых были команды по американскому футболу в Крыму. Догадайтесь с одного раза. Ну, Симферополь, Севастополь, Ялта. Единственные три города, где команды по американскому футболу мудро заметят кое-что. Потом ялтинская команда, они распались, и несколько человек влилось к нам. Так вот, эти люди, эти люди, подумайте, там два человека, Женя и Боря. они приезжали на тренировки из Ялты. Иногда на машине, иногда на автобусе. Да какая разница, это далеко. Это фу. Я приходил, говорю, Боря, что ты ездишь с Ялты, у тебя семья есть, он уже женатый. Он говорит, а я дурной. И я понял, это безумные, ради футбола. А мы безумные Христа ради. Должны быть, по крайней мере. Зачем ты ездишь? Ты приезжаешь, там семь человек, у нас тут лентяи не могут прийти симферопольские на тренировку. У них важные дела сегодня. кальян покурить пойти. Эти с Ялты приезжали. Знаете, я иногда приходил, я помню, я пришел на тренировки несколько человек. Я уже возмущался, я после служения, я бегу домой, быстро кушаю, у меня дети, у меня семья, я что, погулять лучше пойду с ними. Что я приезжаю, если это никому не надо? Смотрю, с Ялты люди. Я заткнулся сразу. Эти люди усиливали посвящение. Если человек из Ялты приперся и не ноет, а я тут ною, хожу, проехал два километра от дома на машине. Я раз переодеваюсь, все, буду заниматься. А то уже собрался уходить. Думаю, не буду больше психану. Так вот, в церкви то же самое. Есть те, кто усиливают посвящение. Вы знаете, когда человек болеет, я вижу, что он с температурой пришел сюда. Ух, это дает такой задел. А кому-то там кто-то на бутылку наступил. Понимаете, все. В прямом или в переносном смысле. На пробку. Понюхал там не ту пробку. Вот и все. Мы сами, ребята, мы все сами решаем, каков будет наш статус здесь, в церкви и там в вечности. Все. Никаких извинений не будет. Если человек, понимаете, вот он плохо сыграл, мы садимся разбирать игру, то никто не ворнякал практически. Каждый знает, что он плохо сыграл из-за себя он плохо сыграл. А те, кто начинали пальцами тыкать, они не задерживались долго. Ты мог лучше, я мог лучше сыграть. Почему ты не сыграл? На тренировки не ходил. Вот и все. Что такое тренировки? Вот Коля немножко походил. Это нудный, рутинный процесс. Это когда ты становишься и по 10, по 20, по 50 раз одно и то же движение отрабатываешь, уже устал, уже мозги не работают, зато потом в пылу борьбы, тело само это все делает. Если ты отработал это тысячу раз, я потом на видео смотрел иногда, что я делаю, я это не собирался делать, тело само все сделало, как надо, и у тебя получилось. А если я не хожу, если я, знаете, есть такое вот, не знаю, может не очень, ну скажу, не очень такое правильное выражение, забил на тренировке, да, вот такое вот оно, забил на тренировке, уже не важно, что забил и в кого, забил, то есть, значит, предпочел, нашел что-то более важное для себя. Как это работает? У нас всегда в команде, вот это то, чему я научился, и я верю, это нормально и в церкви. Если ты не можешь на тренировку прийти, ты звонишь и говоришь, извините, вот такие ситуации, меня не будет, окей, это бывает у всех, это происходит, но предупреди, я заболел, предупреди, чтобы тебя не ждали, не вызванивали, и уже, когда идет тренировка, знали, так, вот этого Васи, там Димы не будет, значит, мы вот так, да, это нормально, это нормально, это должно быть там, где есть живые отношения. Ребята, потому что, я не знаю, как вы, ну, вот есть люди здесь у нас в школе Христа, которых я жду, вот я жду их увидеть на служении, а есть те, кого я не жду, вот, не в том, что я не хочу, просто, ну, не жду, ну, будет хорошо, не будет, ничего страшного, ну, нормально все, и вот, когда нету того, кого ты ждешь, как будто, знаете, пустота какая-то образуется, вот дырка, есть такое, дырка образуется, ведь мы одна команда, нас не так много, знаете, как это работает, ух, я пришел, пришел, когда в команду, я уже был старше всех, там, на 10 лет, ближайший ко мне был, я, не знаю, тяжело было, может, где-то подсмириться, перед людьми, которые тебя намного младше, они тебя гаркают, ну, я плохой был игрок, я когда пришел, я плохой был игрок, так, плохо играл, совсем плохо, я был легкий, легкий, я весил мало, и поэтому все время отлетал от больших людей, но прошло 4 года, и в конце концов, как-то, ну, получилось усердие и труд, и у меня стало все получаться, я попал в основной состав, хотя мне намного больше лет, чем всем им, я не знаю, как я им всем говорю, они, конечно, меня не обличали за мой возраст, ну, иногда говорили, песочек, это не ты песочек, вот, насыпал, такое говорили, зато я узнал, откуда это выражение, песок сыпется, это у бывалых воинов, только песок сыпался, у них пах был закрыт мешочками с песком, когда на шпагах, вот это они, у воинов, такие тут были мешочки, у старых воинов, уже они были такие мешочки, от времени, немножко прохудились, и вот он ходил, у него когда сыпался песочек, это значит, ну, бывалый воин, такой уже, старый воин, бывалый, игра в команде, вот, в церкви то же самое, у нас должны быть принципы, нам не нужно здесь нагнать толпу людей, здесь уже ее и нет, этой толпы, потому что нерадивые люди, ну, они в любой момент тебя кинут и подведут, причем не из-за того, что они злые, они ну такие люди, здесь на земле, здесь на земле, решается много для нас, мы идем в вечность вообще-то, и что в вечности с нас, какой будет спрос, даже вот сегодня мы пели, духом пламеней те, духом пламеней те, это обращение ко многим, а не ко одному, не духом пламеней, не Господу служи, а духом пламеней те, Господу служи те, он нас сюда и собрал, он собирает людей в попщину, в церковь, ну легко, вот из Вологды легче было, из Красноперекопска, слышал Слава, его переименовали в Украине, Красноперекопск, вернее, Красноперекопск, там какая-то жесть просто, такое название, я даже не запомнил, татарское какое-то, что ли, переименовали несколько городов в Крыму, и Google изменил, Россия высказала свое ФЕ, и сказала, у нас ядерные бомбы есть, и вернули назад название Google, все решилось, но в Украине теперь Красноперекопска нет, ну легко оттуда, там Судака, я не знаю, Самары, я не к тебе сейчас говорю, вот я в камеру говорю, самарским друзьям, с Мурманска, с Мурманска, край с севера смотрят, прислали деньги с Мурманска, пожертвования в церковь, хотим послать, с Мурманска, ребята, вы были в Мурманске? Это далеко, это край с севера, край с севера, край не север, надо ехать, надо ехать, зовут люди, Мурманск надо ехать, Они смотрят И им легко на нас смотреть Но ребята, приведите сюда Хотя бы на годик Познакомьтесь С братьями и сестрами Поближе Полюбите их Как мы тут Любим друг друга иногда Любить Мы провоцируем друг друга любить Знаете, являть любовь Просто где-то провоцируют Обниманием, целованием А у нас провоцируют другими методами Любить Яви любовь мне, брат Да я чуть не хочу, сейчас я тебе помогу Ра Люблю тебя, сестра Чтоб ты долго Жила Вот так Это нормально Нормально, что где-то Ну, именно Когда мы вместе Все становится ясно Ты нигде от себе правду не услышишь А бежать некуда уже отсюда А куда нам бежать? Куда нам идти? Вы не хотите уйти? Ребята, Иисус сказал Мне нравится тренер Иисус Вообще никого не держал силой Никого не мотивировал Не уговаривал Не хотите уйти? Куда нам идти? Господи Ты имеешь глаголы вечной жизни Вот так всегда и говорить Ничего не понятно Но так сработало Ты имеешь глаголы вечной жизни Какие глаголы? Хорошо, мы помолимся Отец, спасибо тебе, что ты соседаешь свою церковь По городам По поселкам И в глобальном масштабе Мы молимся, чтобы нам быть живой и здоровой частью этой церкви Частью тела Христа Мы благословляем всех наших братьев и сестер Которые сегодня через виртуальный мир В общении с нами В каком-то согласии, единстве Но также мы молимся, чтобы здесь, в Симферополе Эти взаимооскрепляющие связи становились сильнее Чтобы враг не мог разобщать, разделять, обманывать, сеять Чтобы сатана в любом случае был жестко посрамлен Через какие бы не пришлось нам проходить тяготы Через какие бы барьеры Через какие бы вызовы Мы молимся, Дух Святой, проведи нас через все И пусть поднимется зрелая церковь Зрелые божьи служители Мужи и жены Не мальчики и девочки, но мужи и жены Те, у кого характер закаленный в огне На котором будут держаться твое все оружие И не спадать с них Мы молимся, Господь, чтобы нам быть теми Кто ставит акцент именно на плодах и характере А не на помазании только Мы благодарим Тебя за все дары, которые Ты дал нам Но мы молимся, чтобы посвящение возрастало Удваивалось, утраивалось Чтобы наше отношение к священнодействию Оно становилось более зрелым Более глубоким И поглощало нас Чтобы все остальное посвящение этому миру Уходило из нашей жизни Во имя Ишуаха Машиаха Мы молимся, Господь Соедини нас, соедини нас, Господь Соедини нас воедино, Бог Как Ты в Отце и Отец в Тебе Так и мы да будем едины в Твас И да уверует мир, что Ты нас послал, Господь Слава Тебе, слава Тебе, Господь Пусть Твоя пламенная, огненная любовь Которая крепче, чем смерть Соединит нас Крепче, чем смерть Эти узы любви Кибронду штикаламахантея Лебрэнде штикитея Во имя Ишуаха Машиаха О, Отец, слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Курламашинте лебрэнде бастекитея Легромбо штикаламахантея Слава Тебе, Господь Мы любим Тебя Поклоняемся Тебе Благодарим Тебя, Господь За Твое избрание Ты избрал нас И мы благодарим Тебя За блаженство в этом избрании Мы молимся также, чтобы нам служить друг другу Служить друг друга Укреплять друг друга Чтобы нам не разрушать посвящение Но усиливать его Чтобы это Уровень огня Он возрастал Дай нам так ходить, Господь В этой жизни Иметь такое восприятие И отношение, чтобы огонь Усиливался Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Господь Слава Тебе Аллилуйя Аминь Конечно Так, чтобы не было Крайности Не только от наших желаний Что-то зависит Господь Он созидает Естественно Сам То, что хочется Нам И то, что Хочется Ему Иногда не совпадает Если бы Сейчас Вы взяли бумажку И написали А чего я вообще Хочу увидеть в церкви В своей Мы бы увидели Списки Того, чего тут нет Правда? Ну, мы бы увидели Много чего Из того, что я бы хотел Вот я бы лично хотел Юра лично бы хотел Там Слава, Олег Лично бы хотели Но этого нет Но нам Это не так важно Нам важно Чего Он хочет И Его времена И понимание Времени С нашим Не совпадает Вообще Иногда Очень редко Но, как правило Нам все хочется Побыстрее Сразу Как в Макдональдсе Дайте Дайте мне Гамбургер Что так долго Так 3 минуты Только прошло Я не собираюсь Тут ждать Вечность Мы зашли Что-то купили Я говорю Вот это вот можно Заказываю Фастфуд Придется ждать 7 минут А они говорят Что люди Не хотят Ждать 7 минут Они хотят Чтобы им сразу Дали пожрать И ничего не ждать Не отходя Отказ Вот такие мы Мы хотим Сразу Побыстрее Может быть Наш список Совпадает С ним Но времена Не совпадают И он говорит Я смотрю На вас И мне нравится То что я вижу Подожди Не может этого быть Может Потому что Он смотрит Из вечности Он видит Начало И он видит Конец И он видит Процесс Который мы проходим И он видит Что если мы Сегодня вот здесь Вышли По этой дороге Мы придем туда Придем туда Но нам нужен Процесс В этом пути Мы познаем Бога И все что нам Легко дается Как мы это теряем Легко А то что дается Тяжело Вот дети Они даются тяжело Почему мы их так любим Тяжело Они даются Тяжело Может самое Одно из тяжелых Что дается В этой жизни Это столько Времени Надо И усилий И боли И переживаний И поэтому Мы к детям Вот так вот За ребенком Перегрызть Готовое горло Любому Вот так вот Вещи мы ценим Которые нам Даются тяжело И царство И царство Божие Это не мелочевка Которая Сегодня я Могу Ходить А завтра Кинуть И пойти Гулять Она Поэтому и не Дастся Таким людям Он даст Ему Те Кто будет Жизнь Отдаст Свою За это Капельку Этого царства Настолько Оно будет Ценно Настолько 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 Продолжение следует...